Ну а завершим эфир Кофе Плюс. Мы беседы с полузащитником сборной Эстонии по футболу Константином Васильевым, который трижды признавался лучшим футболистом года. И говорить мы с ним будем о задачах нашей команды на заключительную часть отборочного цикла Евро-2016. Доброе утро, Константин. Доброе утро, Константин. Осталось впереди два матча Англия и Швейцария. С англичанами будете играть на Уэмбли. Ну, наверное, не каждый футболист может похвастаться, особенно футболист сборной Эстонии, что играл с англичанами на Уэмбли. Как настроение? Настроение отличное, с большими надеждами. Смотрим на эту игру в том плане, что действительно шанс выпадает не каждому сыграть. Не то, что футболисты сборной Эстонии, а вообще не каждому футболисту сыграть на Уэмбли. Едем туда, ну, по крайней мере, могу сказать за себя. Насладиться моментом в том плане, что постараться получить максимальное удовольствие и удовлетворение от этой игры. Это игра на победу или все-таки игра уже на то, чтобы почувствовать свои ноги, которые бегают по газону Уэмбли? Ну, скажем так, это, мягко говоря, оптимистично говорить, что Эстония едет в Англию за победой. Но, тем не менее, конечно, в футболе все возможно, и мы будем искать свои возможности, чтобы, по крайней мере, удивить соперника на их поле. Поэтому, конечно, будем стараться. Ну, как получится, узнаем в пятницу вечером. В сентябре после победы над Литвой эстонские болельщики футбола ликовали, однако затем игра со Словении закончилась поражением. Как это можно объяснить? Ну, как? Это футбол, соперники равные у нас в группе, поэтому и сам результат говорит за себя. 1-0, 0-1. То есть все команды примерно близки по уровню. И, ну, к сожалению, нам не удалось так продлить вот эту хорошую серию и немножко больше шансов сохранить на попадание в плей-офф. В чем вы видите свои основные задачи перед предстоящей игрой? Ну, чтобы стыдно не было потом, когда в зеркало смотреть, знаете. А что для футболиста значит, чтобы стыдно не было? Ну, во-первых, конечно, многое зависит от результата, но кроме результата, конечно, само выступление, скажем так, само это представление, чтобы оно дало... Чтобы люди, которые приходят на стадион, ну, допустим, вот сейчас на Уэмбле, чтобы они видели и вторую команду тоже, а не только сборная Англии на поле. Поэтому я думаю, что это важно. Многое ли зависит от поддержки болельщиков? Ну, на Уэмбле понятно, да, там в основном, наверное, будет поддержка англичан. Здесь дома наверняка придет в большей степени поддержка нашей эстонской команды. Ну, потому что дома и стены помогают. Где будет легче в этой связи играть? Дома все-таки или там вот под этими вот прожекторами и с этим чувством, что на стадионе англичан? Нет, ну, конечно, дома... Дома это всегда дома. И даже в самые непростые моменты публика может тебя понести просто вперед и придать каких-то дополнительных сил. Поэтому дома всегда легче. Поэтому швейцарцам стоит опасаться чуть больше англичан наверняка. Ну, в любом случае, да. Потому что англичанам опасаться особо нечего в том плане, что они свои задачи все выполнили. И они, в принципе, без какого-то давления идут в эту игру. Швейцария еще не закончила выполнение своих задач. Поэтому я думаю, что, конечно, им стоит опасаться. Как вы можете прокомментировать конфликтную ситуацию, которая сложилась с Сергеем Парейко? Я так понимаю, что он не получил приглашение в сборную и потом уже заявил об окончании своей карьеры. Ну, неприятная, конечно, ситуация. Скажем так, если бы я был тренером сборной, конечно, сейчас бы Сергей был в гостинице вместе с командой. Но такое решение, мы, к сожалению, ничего с этим решением уже поделать не можем. Конечно, дополнительных позитивных эмоций такие ситуации вокруг сборной, конечно, не добавляют. Дополнительных позитивных, а негативных добавляют? Ну, наверное, в каком-то смысле да. Но надо постараться от них как-то абстрагироваться все-таки. И сконцентрироваться на том, что надо делать. Есть ли достойная замена Парейко? Ну, знаете, унатарская позиция у нас, наверное, одна из самых сильных вообще в истории эстонского футбола. Поэтому хочется верить, что, конечно, есть и найдутся. И учитывая то, что у нас достаточно еще опытных вратарей, есть еще и молодые вратари. Поэтому это такая часть жизни, смена поколения, она рано или поздно все равно происходит. Будем привыкать. Вам не так давно исполнился 31 год. Мечта попасть со сборной Эстонии на чемпионат Европы, мира. Есть еще вот какие-то такие вершины, которые хотели бы достичь в своей карьере? Или это постепенно отходит уже на второй план? Да нет, вершины еще, как говорится, непочатый край. Поэтому, конечно, хочется хотя бы иметь еще возможность куда-то попасть и сыграть. Еще, может быть, и ни один цикл, и ни одну игру. Но все, конечно, будет зависеть от физического состояния, от здоровья. Поэтому надеяться, что как можно дольше смогу приносить пользу. Но 31 год для футболиста – это уже развит некритичный возраст. Потому что часто сборную России упрекают в том, что там играют игроки уже, скажем так, возраста не первой свежести. Ну, действительно. Просто последние два десятилетия эта планка уже для футболиста возрастная пошла немножко выше. И действительно, уже 30 – это уже не считается каким-то критическим возрастом. Наоборот, наверное, это уже такой возраст, в котором ты достаточно опытный. Уже достаточно знаний и умения, чтобы дальше развиваться. Все дальше остальное зависит просто от состояния физического и здоровья. Если говорить о квалификации Евро-2016, какие позитивные моменты могут для себя вынести болельщики сборной Эстонии по футболу? Ну, те результаты, которые были, нельзя сказать, что они все негативные. Да, к сожалению, мы перестали много забивать. Все-таки футбол – это в моем понимании футбол – это в первую очередь игра про голы. Люди для этого приходят на стадионы, поэтому это их привлекает. К сожалению, мы не так много забили. Да, может быть, не так много пропустили, но все-таки иногда, когда мало забиваешь, именно один гол может все решить не в твою пользу. Поэтому нам надо, конечно, в этом прибавлять и будем стараться. Но появление новых молодых футболистов – один из факторов. Кого бы вы могли отметить из молодых футболистов? Ну, самый яркий, наверное, человек, который за эти два года развился, да, это Карл Метц, конечно, начав со сборной, поменял потом клуб, сейчас уже один из основных игроков сборной. Поэтому постепенно процесс проходит, команда меняется, приобретает новое лицо. Поэтому посмотрим, как будет дальше выглядеть все это дело. Константин, футбол – это игра не только про голы, это еще, наверное, можно сказать, игра про миллионы. Мы слышим о миллионных сделках, да, трансферы, миллионные зарплаты. Создаются ощущения, что игроки сборной Эстонии, но вообще в спорте, да, в эстонском, играют в основном на свои. Мешает ли это отсутствие какой-то серьезной материальной поддержки тому, что мы не достигаем каких-то, ну, можно сказать, высоких результатов? Или нет? Ну, влияет ли это напрямую, наверное, тяжело, так сказать. Конечно, все были бы рады, если бы в эстонском футболе было больше денег. Но, к сожалению, не появляются люди, которые готовы вкладывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...